Слава Иисусу Христу! Слава на веки Богу Святому! Братья и сестры, дорогие друзья! Всех приветствую, благословляю именем Господнем с Киева, с нашей Киевской архиепископией. Сейчас я на левом берегу, здесь в парке Киото. Я полюбил этот парк. Молюсь также в эти дни за Киото, за Японию и город Киото. Это культурная столица Японии и этот город по-братимам является города Киева. Так что в самом Киеве есть кусочек Японии. Сейчас идет ремонт здесь, идут работы. К весне, наверное, будет парк, к началу цветения сакуры. Парк будет, конечно, красивейшим, я думаю. Или одним из самых красивых здесь в Киеве, дай Боже. И молюсь за Украину, молюсь за Киев. Вчера было служение в нашей Киевской архиепископии, богослужение. Я проповедовал Божье Слово. И эта неделя вся, начиная с воскресного дня и до субботы, она называется неделя «О блудном сыне» из Евангелия от Луки, 15 глава, притча Иисуса Христа. Я вчера как раз и говорил немного о первых двух притчах и, конечно же, зачитывал и комментировал, рассказывал, разъяснял как раз значение, собственно, притчи о сыновьях об отце и двух сыновьях. Хотя эту притчу обычно называют притчей о блудном сыне, но, в общем-то, по совести говоря, эту притчу можно назвать притчей о двух блудных сыновьях. О чуве, о покаянии, исправлении, метанои, как по-гречески говорится. И вся эта неделя посвящена вот этим размышлениям благочестивым. Сегодня я планирую вновь делать эфир. Вчера не смог сделать, к сожалению, но сегодня, я думаю, получится как раз и в следующем воскресенье. Это будет уже 11 число у нас, 11 февраля. Я приглашаю всех киевлян, гостей столицы, на богослужение нашей киевской архиепископии, которая будет проходить так же, как и обычно. Сейчас у нас проходят в арендованном помещении, ввиду отсутствия собственного храма и помещения постоянного. Мы арендуем помещение возле станции метро Кловска, улица Леонида Первомайского, 6. Это предприятие УТОС на правом берегу, в центре города, возле буквально в двух шагах станции метро Кловска. Улица Первомайского, 6. Это УТОС. Вход через проходную и лифтом поднимайтесь на четвертый этаж. Вот. И напоминаю телефон эфира, который я буду включать, как раз номер включаю. Обычно как раз когда эфир провожу прямой и перед тем уже включаю, читаю смс, ваше сообщение с молитвами нужными, такими короткими, как телеграммы, такие, о ком молиться, о чем молиться. Вот. И молюсь об этом, я думаю, что даже и в эфире можно будет помолиться, кстати, об этом. Вот. И молюсь о нуждах нашей церкви также, и о нуждах, молюсь о разрешении этих нужд пред Богом в молитве. Как тело Христово, я думаю, что это блаженно осознавать зависимость, такую друг от друга, такую молитвенную, как члены одного тела. И нашу общую зависимость наибаче блаженно осознавать от главы нашей, от самого Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И я, как архиепископ Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, почему еще приглашаю вас на воскресное богослужение. У нас будет важное событие. В этом году, в 2018, это будет впервые, совершаемо рукоположение. Рукоположение одного из наших служителей, вот, дьякона Максима во Иерии. В священнике буду руку полагать его. И мы будем все вместе молиться. Я держусь такого правила именно касательно рукоположения, чтобы все, всей церкви молились и аксиос пели все вместе. Не только архиерей, не только рукополагающий, собственно, как бы, лидирующий в служении в этом, но и всей церковью. Потому что есть понимание из Библии всеобщего священства верующих, независимо от того, мужчины, женщины, служители в церкви или рядовые члены церкви. Вот, потому как великое самое таинство, как раз, о котором я раскрывал в прошлом году много. И в этом году собираюсь также продолжить это самое великое таинство церкви. Христос в нас упование славы. И Христос не только в нас верующих, как в отдельных членах своих, но и во всем теле своем, господствующий, царствующий. Царь царей, Господь господствующий, Бог всех богов. Когда мы действительно в единстве, даже двое или трое во имя Его, то и Он посреди нас во всей Своей полноте, во всем Своем обществе. Это потрясающее откровение и Слово Божьего, и жизни христианской. Слава Богу! Так вот, дамы и господа, братья и сестры, благоставляю вас. Да, и напоминаю, что воскресные богослужения наши в этом арендованном помещении на Кловской начинаются с 9 утра. Кто имеет такую возможность, приходите к 9. Если нет такой возможности, к 9 можете попозже прийти. Но с 9 начнется сама молитва и проскомедия, и, в общем-то, сама литургия, литургия и Слово, и будет хрилевое проломление в Харистии, соответственно. И рукоположение Словом Божьим поделюсь вот так вот. Да, и наш благочинный будет уже в этом воскресенье. Он не смог быть, к сожалению, он по работе, был на дежурстве как раз. Он работает, значит, сторожем у нас. А, значит, в следующем воскресенье он уже будет на служении. Вот так вот, дамы и господа. Да, и напоминаю, телефон эфира я так напоминаю постоянно так. Этот номер Киевстар 096 96 2 66 75. Вы его можете пополнять с любой точки Украины, положить гривны на этот номер и через новую почту я имею возможность получить эти финансы уже налично и использовать их на нужды служения Господу. Напоминаю еще раз 096 96 2 66 75. Благоставляю всех вас во имя Господне. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Благоставляю всех вас из города Киева. Божьей милостью архиепископ Сергей Жовлев. Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. И по скриптум. Сегодня, кстати, холодно. Зима. Она, в общем-то, здесь, хотя такая мягкая в Киеве, нынче зима, но сегодня заморозки. Да, и, конечно, самое главное, погодные условия, да, это одно. Но и народ мягче, конечно, и расположен к слову Божьему. Это мои наблюдения такие, знаете ли, за украинским народом. Мне, как, значит, на телеслужителю, это очень даже важно было для себя отметить и отмечать постоянно. Вот так вот. Так что до встречи. С Богом.